Бизнес выбирает, как зарабатывать деньги с помощью коррупции. Есть вариант другой. Инвестировать не в связи, не в монополию, а инвестировать в инновационные технологии. Да, инвестировать в инновационные технологии. И этот выбор тоже не только делает топ-менеджер. То есть каждый из вас, когда вы нанимаетесь на работу, вы идете менеджером в компании или просто наемным сотрудником, вам кажется, что от вас ничего не зависит. На самом деле, когда вы выбираете ту или иную компанию... Рассказывайте, рассказывайте, говорю, интересно. Не, 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 за рассказываю. Не, 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 за рассказываю. Почему это здесь в Алимпе за рассказываю? Будер, Будер. Знаете, знаете, что у нас? Нет, 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 она всем рассказывает. Послушайте, послушайте. У меня есть знакомые, послушайте, послушайте. У меня есть знакомые, которые твоих детей, послушайте. Они своих детей отправляют работать. Знаете, куда? В налоговый, чтобы воровать. А у вас есть дети? Нет. Где ваши дети работают? Где работают? Я хочу сказать, что на самом деле от каждого человека зависит от какой бизнес-поддерживает, какой бизнес-поддерживает, который уважает человека и инвестирует в инновации людей, или просто падет в карьерах и ворудований. Вновь на ворудовании. Ваня, что мы сейчас, при том, что у нас уникальная идея. На самом деле у нас раз в пять меньше простих людей, чем в России. Раз в пятьдесят меньше, чем в Европе. Может, я так признаю, Закон? Это надолго, да? По правду выживанию бизнеса денег не есть. Бизнес зарабатывает денег. Он делает выбор. Это когда я буду легко делать. Пару, он делает выбор в более легком варианте. Но только мы с вами и в руке. Если каждый сотрудник, если каждый сотрудник будет требовать, не будет самым влиять, нужно будет делать правильные проекты. Почему в европейское качество возникает? Потому что там люди всегда уважают. Желтого всегда уважают, где сидят. Стрель обретает правильное успехи и товары. Другой интеллект качественный продукт. И он требует от работодателя, в том числе. Давайте делать правильно. Давайте учиться. Давайте вкладывать в качество. Давайте делать как положено. У нас сейчас даже в Украине есть компания, даже европейская и прочая. Когда здесь, в кафе, например, на пол падает салат. Дом поднимают, и вам приносит. Это вопрос. Украина, наверное, на нас. Это только у нас, на самом деле. Это только у того страны. Я хочу сказать, что... То есть вот этот супер пользы и инноваций, это на каждого из нас. У каждого из вас есть дети или друзья или знакомые. Как-то выбирает их. Как-то ведет кема работы. В ближайшие... В ближайшие 10 лет поменяется этап. У него система, бизнеса во всем мире. И если там 50% предельных денег нет, то сейчас в Украине нельзя поддерживать, не инвестировать, а на эти китайцы. Реально, ну-ка, неследно, прославляет. И следующий уровень работодательная. Это все покупается, ставится заход, и поехали. А люди, кто делает музыку, парикмахеры, массаж, обучение, музыка. Причем большую часть. Война, чтобы это было хорошо. Война. Где же немцы? Почему они такие новоцорды? А вы знаете, что 50%? 50% немцев. 50% немцев в еженеделье находят пень. Война. Война. Раз. Работает супер. Ура. Я чуть-чуть частично повторю. Теперь на широкую публику, чтобы всем было слышно. Раз, два, три. Меня так видно? То есть я хочу еще раз зафиксировать идею, что будущее бизнеса определит во многом будущее и страны. Мы очень много времени, реально вот 8, 10, кто 16 часов проводит в бизнесе, да? И если бизнес выбирает инновационный путь развития, то считайте, что этот путь выбирает вся страна. И инновационный путь развития, он невозможен без инвестиций в человека. Собственно, говорим о том, что есть новая сейчас ценность, она и старая, но она особенно важна сегодня и в будущем. Это именно человек, именно люди создают новые смыслы. Мы говорим о том, что новая экономика, это будет экономика новых смыслов. То есть нужно будет придумывать новые сервисы. Те 90% людей, которые не нужны будут для того, чтобы создавать там автомобили и сельское хозяйство реализовывать, эти люди должны будут придумать новые полезные услуги друг для друга. То есть это и образование, это и культура. Для того, чтобы инновационными мы все с вами стали, на самом деле очень много работы предстоит сделать внутри каждого из нас, внутри компании. Я занимался персональным изучением, что такое инновации, изучал опыт европейских школ. Я вам скажу, что европейцы сами плохо понимают, что такое инновации. На самом деле, как ни парадоксально, очень много, что можно взять у айтишников. То есть именно компьютерные технологии, информационные технологии, они сейчас, в общем-то, больше всего, с наибольшей скоростью развиваются, наверное, и они доступны, на самом деле. Это большое счастье, что в Украине, благодаря доступности айти, интернет, компьютер может приобрести сегодня кадр, потратить время, и своим мозгом можно заняться айтихнологиями. Так вот, благодаря айтихнологиям во всем мире производится, происходит огромное количество инноваций в бизнесе. И айтишники уже давно придумали, на самом деле, даже правила, процессы, как правильно управлять инновациями. То есть я хочу всех призвать, кто здесь не связан с айти, поинтересоваться в айти, какие есть инновационные технологические основы. То есть бизнес сегодня наш в прошлом веке работает. То есть реально весь мир использует, например, такие технологии, как бизнес интеллигенс, интеллектуальность бизнеса, так скажем. В Украине, ну, от силы, там, один процент компаний этим пользуются. Уже огромные страны, ну, все страны фактически умеют использовать технологии Big Data, анализировать вообще новые вызовы, как компании работают в огромном мире, где границы уже, в общем-то, стерты. Это тоже новые технологии, которые айти дает бизнесу, дает каждому из нас, но в Украине они тоже слабо развиты. И это тоже связано во многом именно с тем, что многие компании выбрали путь не инновационный, а путь выживания или путь коррупции, так скажем, да. Я хочу сейчас вам такой пример привести, чтобы вы почувствовали разницу между прошлой и новой эпохой. Если взять трактор, чтобы его, ну, или автомобиль, чтобы его сто экземпляров сделать, да, почувствуйте, такой нужен труд. То есть это тяжело. Если взять программное обеспечение, софт, да, сегодня программку вы написали, завтра сто миллионов во всем мире на айфонах его получили. То есть вот, что уникально в IT, то, что процесс производства, он бесплатный. Ну, почти бесплатный. То есть именно производство, в смысле копирования. То есть копирование фактически ничего не стоит войти сегодня. И знание, в этом смысле, тоже уникальная сущность. Так вот, если говорить о новой экономике, где основной экономика знаний, представьте, что вот приходит новая проблема. Ее в Украине начинает сложная, какая-нибудь серьезная проблема для бизнеса. Ее решает одновременно сто человек. Сто человек решает одну и ту же задачу. сто человек решает одну и ту же задачу. в общем, коэффициент использования, да, один процент получается. Хуже, чем паровая машина. То есть я хочу сказать, что не использованы сегодня в полной мере возможности коллаборационные, то есть обмен опытом. То есть достаточно было бы, чтобы один человек качественно решил определенную задачу и остальным рассказал об этом. Вот представьте, у нас мы говорим там о десяти процентах сэкономить на электричестве, на нефти, на газе. А у нас, у всех в мире и у нас в том числе не использован вот этот вот ресурс. То есть мы могли бы в сто раз эффективнее работать с информацией и задачами, связанными с информационными технологиями, с управлением. Но для этого нужно новый уровень кооперации, новый уровень объединения. Здесь очень важный момент. Если мы инвестируем в человека, в его знания, у работодателя возникает такая жадность, а я заплачу деньги за обучение человека, а он найдет другую компанию, я что-нибудь изучу, придумаю, а этим воспользуются другие компании. Вот то, что сейчас происходит, экономика коллаборационных таких открытых систем, когда бизнес начинает чувствовать солидарную ответственность. Я скажу, что айтишники первыми в Украине я уверен, начали это делать, когда несколько компаний начали понимать, что лучше вместе сделать правильное мероприятие, чтобы нас заметили в Европе, и когда у нас и у одних и у других будет бизнес. Если даже мы обучим своего человека, он идет в другую компанию, ничего страшного, он может нам потом вернуться. Я говорю о том, что мы солидарно все в ответе, то есть все бизнесмены, каждый из нас, то есть количество знаний в наших головах это и есть основной потенциал Украины. Я бы вообще хотел сказать, что возобновляемые источники энергии есть невозобновляемые есть возобновляемые. Так вот человек, культура, знания, это то, что очень классно возобновляется. Причем возобновляется не только в рамках одного человека, который отдохнул и опять может работать, а оно передается детям. То есть то, что мы инвестируем в знания и инновации, в машину для добывания новых знаний, это невозможно потерять. И это сложно отобрать силой. То есть на самом деле если вот солидарную такую позицию займет бизнес и каждый из нас, то есть чтобы бизнес выбирал, не боялся инвестировать в людей, в их знания, и чтобы люди, каждый из нас выбирал каждый день именно ту область деятельности и те знания, которые будут нужны в будущем. То есть не нужно сейчас уговаривать своих детей или родителей или братьев сестер идти работать в устаревшие службы, которые все равно будут со временем, например, ну, электронное правительство должно заменить 90% служащих, это, ну, однозначно. Вы вдумайтесь, вы знаете, такой эксперимент сейчас, ну, просчитывает Швейцария. они собираются сделать совершенно серьезно, собираются, вместо того, чтобы социальные выплаты, льготы были персонифицированы у всех по справедливости, да, кто бедный, тому заплатить, они посчитали, что выгоднее всем платить одинаково, потому что это не нужно администрировать, и тогда не нужно содержать чиновников, то есть выгоднее всем платить одинаковое пособие, даже тем, кто имеет работу. И очень интересный факт, то есть, если они это сделают, то есть у человека не будет стоять потребность в работе как в способе прожиточного минимума, чтобы заработать себе на жизнь, на проживание. Люди будут думать о более высоком и думать действительно о своем призвании, что они делают для других, в чем они могут реализоваться, свой потенциал максимально использовать, а не только бежать, чтобы сегодня выжить. Вот, я очень хочу, чтобы мы дожили до уровня Швейцарии, и вот действительно были заняты этим вопросом. Вы можете себе представить, 2000 евро они планируют каждому своему гражданину выплачивать, вне зависимости от того, есть ли у него работа, инвалид ли он и так далее. И просто, еще раз, чтобы не управлять администрированием этих социальных выплат, вот, они делают такое равенство, да, получается уникальная вещь. Но это возможно в том обществе, где действительно очень высокий уровень производительности труда. у нас сейчас Украина отстает от Европы примерно в 4 раза. Мы в 4 раза менее эффективно работаем. Я говорю в целом, в некоторых отраслях мы работаем лучше, но в целом в 4 раза менее эффективно. Россия, с которой нас там любят сравнивать, Россия сегодня, будучи более авторитарной страной, как ни парадоксально, россияне гораздо больше себя уважают. Если вы спросите у москвича, как он себя вставит, работая в бизнесе, россияне себя гораздо больше ценят, чем мы. И они серьезно очень относятся к качеству, срокам. То есть они очень хорошие бизнесмены, очень многие компании, я говорю о бизнесе, не о чиновниках. Украина сегодня от России отстает раза в 3-4 тоже по количеству инвестиций на душу человека в образование. То есть грубо говоря бизнес не тратится в Украине на людей. Даже тот, который зависит от людей. И вот знаете такую статистику еще уникальную? У нас и сами люди не тратятся на свое образование. Мировая статистика вот американская 80% 80% обучения Microsoft люди платят из своего кармана. При том, что в Украине только компании за это платят процентов ну может 3% людей платят из своего. То есть наши люди с одной стороны мы должны требовать от работодателя и вместе с ним думать об инновациях и требовать что надо инвестировать в людей в образование. С другой стороны по-партнерски если относиться к бизнесу то есть каждый работник любого уровня может и должен инвестировать в себя. То есть если вы верите что от ваших знаний зависит качество работы в бизнесе если вы ответственный сотрудник вы можете инвестировать свои собственные средства например в обучение компания обычно потом всегда идет навстречу потом компенсирует это я знаю по своему опыту много людей кто вот начинал так действовать и в итоге компания в партнерство то есть я хочу сказать что каждый из нас на своем рабочем месте будучи менеджером топ-менеджером в принципе каждый день делает выбор в пользу инноваций или в пользу лени использование просто существующей позиции очень многие из нас боятся нового на самом деле не нужно бояться и переживать на эту тему у меня много знакомых даже моя жена переживает чем будут заниматься дети все вроде бы как меняется и думаю что это в Украине только так на самом деле во всем мире сегодня есть очень большая доля неопределенности то есть бизнес сам нащупывает куда двигаться страны тоже нащупывают свое устройство на самом деле в Украине тоже уникальные ситуации когда я скажу я знаю много предприятий которые в некоторых тендерах обогнали англичан по очень простой причине у англичан уже есть какая-то классная технология они ее используют и продают а у наших нету они пошкребли нашли в Америке какой-то университет нашли новое изобретение быстренько купили патент и сделали лучше чем англичане то есть на самом деле то что мы бедные это не так уж плохо когда мир меняется то мы можем в общем-то многие индустрии отстроить с нуля и очень быстро я совсем недавно читал описание ситуации в Корее которая капиталистическая вот лет 15 назад это копия Украины с точки зрения состояния экономики то есть вот вполне реально там за десяток за 15 лет нам подняться очень быстро вот но это требует именно образованности инноваций есть мнение что новаторы это такие кулибины которые там вот нарушают правила могут быть необразованными американцы кстати очень тоже любят рассказывать бизнесменам что можно вот главная смелость да наверное слышали такие истории тот же якобы Стик Джобс и Билл Гейтс немножко недоучились да но это неправильное сравнение на самом деле я скажу что качественные инновации они возможны только на базе устойчивых прочных знаний во многих отраслях и вот именно когда у вас есть хорошее знание можно добавлять смелости импровизации то что называется emerging leadership emerging технологически когда на границе между технологиями существующими мы можем находить абсолютно новое я думаю что вот даже здесь на Майдане многие изобретения они реально ну уникальны для мирового масштаба вот можно будет потом еще пособирать именно что касается управления вот как принимать решения как искать смыслы как понимать что происходит то есть очень многие вещи у нас тоже здесь являются серьезной инновацией еще раз повторюсь что выбор между инновационностью и неинновационностью это сложный выбор то есть доказать с калькулятором сложно вот бизнесмену или нам каждому из нас что вот если мы будем заниматься только будущим нам будет лучше хотя бы 30 процентов то есть вот мой прогноз простой если мы хотя бы 30 процентов 30 процентов времени будем тратить на то чтобы думать о будущем изобретать новые бизнесы если хотите свое место в новых бизнесах пробовать искать себе место да то есть какие вам близки идеи цели люди предприятия я скажу что в украине опять таки многие думают молодежь поехать в европу на самом деле в украине очень много ну не так много но много очень интересных компаний если вы сами не можете сгенерировать интересный бизнес или там у вас не хватает идей или капитала то ищите тех кому вы можете присоединиться то есть на самом деле предпринимательство инновационность цена не только в первых лицах она цена теми кто поддерживает команда в украине есть действительно